Доброе время суток! Репортаж из гаражей. Делаю я, как обычно, но все, видите, какая оградка на город Москва. Сегодня у нас пойдет речь не об этом. Это вот каркас стола показать вам, скажем, без столешницы. Расскажу вам про особенности, про цену, на что обратить внимание при покупке или произделе. Важные вещи. Сегодня у нас вот такой вот столик. Видите, какой? На заказ. Ну, дизайн мы совместно делали. Чуть добавили, прибавили. Он, в принципе, как стандартная модель. Ну, там вот, видите, оградка у меня уехала. Смотреть репортаж там. Я надеюсь, сделаю я. Потому что сейчас сезон, и не надо не успеваешь все склеивать. Бывает, снимешь. Потому что заказы идут. Как вы видите, тут одно, другое. Третье. Ну, что касается этого стола. Сама столешница, видите, из рейки. Калиона я ее покупаю. Большой минус, если вот это вот треснет, да, приходит снова покупать. Я гарантию я не даю, потому что я клиент сразу предупреждаю. Здесь покрыто лаком. Здесь вид срачный. Если клеем не проклеил работник, или просто кто-то сэкономит. Потому что клей, говорит, очень дорогой, хороший стоит. Дороже, чем лак. Поэтому может она разрываться. То есть, ну, а столешницы можно. Сейчас еще вам покажу, какие бывают столешницы. Бывает, они как бы из массива идут. Тоже. Эль-Калиона. Вот видите, вот такая вот столешница. Есть у меня бывает поменьше. Можно щит купить недорогой. Ну, сами понимаете, он в ЕНАЦ его вести будет. Здесь 28 миллиметров готовая столешница. Такие уже идут от двух, в районе двух-трех тысяч, в зависимости от размера. Ну, а как крепить? Вот тоже раз-два. Видите, и вы прикрепили. Здесь же приходится сверлить планку. Видите, сколько сверлений делается. Рейка. Вот так вот забабахивается. Поэтому тут чисто я по дереву вообще рекомендации не даю. Здесь уже сам клиент выбирает. То есть, можно массивную положил столешницу и нет проблем. Вот, как вы видите, я положил на нее большую столешницу. Там было 100 на 63 сантиметра столешница. Здесь столешница уже 150 на 80. И смотрится все равно все неплохо, да? Конечно, можно добавить, чтобы он был в глаза бросался в тот же сам каркас. Как вы понимаете, он меньше был в той столешнице. Но он и для такого стола подойдет. Ну, а теперь о важных вещах. Естественно, сварной каркас это очень жесткий он получается, надежный. Никаких люфтов не будет. Хотя, когда закрутить тоже. Ну, и на столе обычно их можно сборно-разборно, в принципе, без проблем, да, делать. Ну, конечно, сварной лучше. Причем, смотрите, сколько завязки. Варен практически с трех сторон. Что здесь, что здесь, что здесь. Вот тут с двух сторон, тут с двух сторон и там. Здесь, 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 здесь. Ну, как обычно у меня. То есть и здесь они какие-то накапливают. Потому что я знаю, люди делают подобные вещи. Большие, крупные фирмы. Сборно-разборный вариант. Почему они делают? Но прежде всего из-за того, что им надо транспортировать в другие города. Поэтому такой маркетинговый ход, да, удобно. Но самое главное из-за того, что при таком в другой город доставлять каркас, он обойдется, я думаю, в 3-5 раз дороже, чем сборно-разборная модель. Поэтому бизнес практически будут каранты. Но еще раз говорю, для стола это не так проблематично. Что касается этого каркаса, как вы видите, вот еще раз, вот тут везде швы. Потом, как сварили, жестко, правильно. Самые какие нюансы. Чтобы у вас вот это было в одной плоскости. Здесь, чтобы были у вас диагонали. Это кто делает ваше. Потому что, когда будете захерачивать, если болты, и у вас не будет диагонали, то у вас может все это видно. Здесь будет расстояние там 10 сантиметров, здесь 8, здесь наоборот 7, а тут 10. Будет все это на столе, ваши болты неровные, прикрученные. Если вы не сведете плоскость, не сделайте диагонали. Интересно подробнее расскажу. То есть вы поняли, да? Когда так сделали, не видно. Когда положатся столешницу, все у вас косяки выйдут. Ну и чтобы сама столешница была и так тоже. И так поверхность. Было все симметрично. Это очень важно. Ну и здесь надо делать тоже ровно, чтобы сам каркас не гулял. Никуда ничто не заваливалось. Ну и будет он тогда у вас ровно. Конечно, если вы делаете для себя, или там качественный продукт, за который вы хотите деньги, тут уже надо, конечно, производить хорошую зачистку, и красить хорошей краской. Тут уже экономить нельзя. Но в итоге это все выливается в цену. То у меня бывает стол со столешницей 4 тысячи, там 5 тысячи, да? Я вот такие столы продавал по 4-5 тысячи. Даже по 4 были. Вот без этих вот завитков. Несварной сборно-разборный каркас. Вместе со столешницей из рейки 150 на 80. Стол я вот недавно продавал, в начале года 4 тысячи. Тут добавились, видите, пару элементиков. Ну и, конечно, сварка, каркас. И у меня уже вот этот каркас стал с покраской, с хорошей зачисткой. Тут все стал стоить 4 тысячи рублей. Потому что вознись немного, выводить очень много. И даже делать его за 4 я точно уже не буду. Сейчас 2019 год, июль месяц. Цена на этот период. Казалось бы, хотя каркас попроще. Можно сварить, и даже бывает за 2. Я варил, там даже было меньше. Но вот что касается вот этого каркаса, я прям честно скажу, казалось бы, работы нет. Да нет, дуги надо выгнуть. Надо все проварить. Все надо измерить, чтобы все было везде ровно. То есть, кто если не делал, стал я рекомендую. 4 тысячи это у меня минимум. Браться в таком состоянии меньше не буду. Ну а для сварщиков, кто только начинает, хочу все начать. Рассказывать, потому что меня спрашивают, но я хочу начать рассказывать про цену, про ценообразование, ну и вообще, как с клиентами работать, как там продукцию какую-то наладить для продажи. То есть, какую-то свою марку. В этой области очень много нюансов, очень много нюансов. И люди начинают, вы начинаете под клиента, под того, который, скажем так, не платежеспособен, или вас там даже платежеспособно, начинает на цену продавливать. А вы начинаете падать. То есть, делать дешевле, дешевле, дешевле. Я наориентируюсь, не на дешево. Дешево, я вообще стараюсь не работать. Стараюсь на качество. Но я за это беру деньги. Хочу снимать репортажи. На это вы смотрите. Время будет больше, мы это начнем. Потому что цикл, он очень востребован. Ну, а так что, спасибо всем за просмотр. Будем надеяться снимать, блин, репортажи, размещать, клеить не успеваю, к сожалению, измените. Но будем, будем надеяться. Потому что сейчас идут заказы. Так вы видите, там и фонари, и скамейки, и ограды делаю. Вот. К сожалению, видите, вот ограды и крест. Все, на Москву у нас. Столики, да. Сейчас еще заказали навес под виноград. Будет новый. Делал я другие. Это будет другой интересный, я думаю, показать версию. Но, к сожалению, к сожалению. Тут у меня стоял сварочный аппарат. Тут у меня стоял запасной сварочный аппарат. А сломались они. Один в машине лежит возделанная экспертиза. Вот у меня второй лежит. Сейчас будем доставать их сюда. Потом будем ждать мастеров-ремонтников. Так что, пока у нас работы нет. Скажем так, так что процесс у нас остановился. Рабочий. Вот сделаем, может быть, аппарат. И завтра опять начнем, продолжим. А то клиенты у меня уже могут задергивать. Но про ограду я уж не буду, конечно, сейчас рассказывать. Как вы видите, тоже она уже подготавливалась, да? Подзачищалась. Ну, это я про нее отдельно расскажу. Я уже на нее три дня рабочих потратил. Так что, спасибо еще за просмотр. Спасибо всем за лайки. Подписываемся, следим за новиночками. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok